виталий приветствую тебя торговая сессия вторника обсуждаем рынки смотрим на те возможности которые есть с учетом экономической повестки содержание фундаментального календаря и вообще не я который есть обсуждаем средние долгосрочные тенденции стараемся смотреть на какой-то более широкий спектр финансовых активов в общем там где на наш взгляд скрываются хорошие возможности поэтому тебе огромное спасибо что как всегда нашел время подключился чтобы обсудить рынки ну что давай тогда традиционно начнем с меня несколько инструментов на которые я хотел сделать акцент демонстрация экрана сейчас если попробовать зацепиться за содержание экономического календаря вот буквально в рамках текущей торговой сессии не так уж и много на что можно обратить внимание под уже с открытия американской сессии будет несколько выступлений представитель американского регулятора это болера вильямса и бар и под закрытие дня еще будет речь голосующих член американского регулятора лоретты мейстер по доллару как раз вот текущая картина графика у меня открыт 104.46 текущей котировки если посмотреть на дневной таймфрейм да мы отбились от локального минимума но сейчас вот пробуемся довольно узком коридоре потому что рынку нужны дополнительные фундаментальные триггеры с точки зрения опять же экономического календаря речь представителей фидеризерва особенно если речь не идет о Джерома Пауэлла это не такой уж и серьезный фундамент чтобы раскачать движение поэтому скорее всего будем находиться в узком коридоре торговки до появления этих фундаментальных драйверов и среди них поскольку у нас там и следующий фир будет во вторник забегая вперед могу сказать что можно будет обратить внимание на протоколы последнего заседания фидеризерва они выйдут в среду и еще будет статистики очень много в четверг это индекс активности производственного сектора и сфера услуг по сша а ну и в пятницу еще заказан товар длительного пользования поэтому буквально завтрашнего дня плане статистики будет больше поводов для движения доллара и каждый из этих отчетов он конечно же будет анализироваться опять же через плоскость того повлияет ли он на решение педрезерва касающиеся ключевой процентной ставки с момента нашего с тобой прошлого эфира особо картина не изменилась вероятность снижение ставки в сентябре в районе 50 процентов хотя нужно признать что по инфляции сбыл сюрприз снижение инфляции основного индекса потребительских цен и базовой инфляции и после того как мы получили по факту и цифры которые ожидались многими участниками рынка все же нужно им сделать основу отсылку на предстоитки федрезерва которые дали понять что один отчет пока не меняет общую картину целом и нет еще возможности говорить о тенденции вот этого дезинфляционного процесса чтобы можно было начать уже с вероятностью ну куда больше 50 процентов закладываться под снижение ставки в сша в сентябре либо то что это решение может быть возможно раньше сентября я думаю то что нас готовит к тому что как минимум если в плане статистики будет какой-то прогресс и снижение инфляции продолжится смещение политики произойдет только лишь в сентябре это в лучшем случае на мой взгляд раньше это прям маловероятно до сентября еще довольно продолжительный период времени по сути июня июля августа и половина мая чуть меньше половины очень большой промежуток времени за которые с рынком может произойти все что угодно и на мой взгляд если рассматривать сейчас инструмента какое-то чтобы он был в портфеле на средний долгосрок индекс доллара пока еще рано шортить ожидая то что в конечном счете это валюта этот инструмент придет в район ста пунктов я бы больше сейчас смотрел на то что локальные снижения которые мы видели одно в конечном счете будет постепенно покупаться и доллар прежде чем все же развернется в плане тенденции долгосрочного тренда может обновить еще локальный максимум поэтому я в отношении доллара уже несколько месяцев не меняя свою точку зрения у меня по-прежнему этот актив находится в длинных позициях и я опираюсь на фундаментальный фон на то что мы слышали предстоятельные дезерва также уверен то что до снижения ставки еще очень далеко и прежде чем мы сможем говорить об устойчивом снижение инфляции нужно получить еще как минимум два отчета этого устойчивого снижения пример майская и июньская но не уверен то что инфляция будет двигаться вот нисходящим тренде так что касается спекулятивных сделок но я думаю что на золото все обратили внимание потому что золото в рамках вчерашней торговой сессии было одним из самых обсуждаемых инструментов учитывая то что мы увидели новые исторические максимумы все прекрасно понимаем чем это было связано потому что буквально все говорили о геополитике да и до сих пор наверное говорят потому что мы не знаем в конечном счете к чему может привести новая власть исламского государства в плане если спроекцировать эту политическую тему на известный палестино-израильский конфликт и я все-таки хочу отметить что оптимист во мне снова говорит о том что какой-то серьезной эскалации все же уже не будет и никто не будет искать никаких скажем так следов израильского участия в той трагедии которая произошла и это в конечном счете не приведет к какому-то серьезному разгону защитных инструментов но все-таки нужно признать что по золоту сейчас картина следующая мы уже вышли на новые исторические максимумы пока доллар у нас довольно узком коридоре без какой-то конкретной идеи и по золоту я допускаю что может быть еще один прыбок вверх и в этот раз мы можем увидеть там и превышение уровня 2450 долларов за тройскую унцию вот кстати после ралли который мы наблюдали с открытия понедельника не попались прогнозы сити и банков на америку они как раз ожидают то что золото может далеко рвануть в районе 2500 долларов за тройскую унцию кстати будет очень интересно твое мнение потому что ты тоже следишь за общим фундаментальным фоном и даже в частном порядке тоже за какими-то локальным гостями может быть что-то интересное у тебя есть способствует росту золота также продолжающийся полученный спрос со стороны центральных банков последняя статистика то что почти 5 тонн золота купили китайцы в прошлом месяце и эта тенденция сохраняется продолжается уже 26 месяцев подряд агрессивные закупки что конечно же с позиции институционалов сейчас подогревает спекулятивный интерес к металлу который пользуется таким спросом в общем по золоту я допускаю что в ралли может быть продолжена и текущих условиях коротких позициях лучше держаться подальше и что касается британская валюта этот инструмент может быть интересен в рамках оставшихся дней этой недели потому что очень много фундаментальных событий для фунта во-первых сегодня выступление главы банка англии бейли в 17 номер поджимить а завтра отчет по инфляции в англии ожидается снижение до 2 1 процента это то есть будет уже рядом если прогноз оправдается со целевым ориентиром что наверное должно заставить банк англии приткнуть к и цб тому же в вопросе снижения ставки в июне очень хочется послушать сегодня бейли потому что скорее всего он будет комментировать перспективы значительного ослабления инфляционного давления но я думаю что все таки риторика будет мягкой и соответственно текущий рост британской валюты вот 1 2717 я бы смотрел на коридор 1 27 1 27 50 для открытия средней срочных коротких позиций которые могут обернуться обвалом фунта просим доллара в районе отметки 1 26 и ниже уже до конца текущей пятидневки вот на этих инструментах в италии я останавливаюсь давайте на слово тебе итак всех приветствую чуть-чуть переболел поэтому горло будет у меня сегодня посаженная и плюс интернет плохой сегодня поэтому если где-то будет обрываться интернет знайте моя рекомендация покупайте криптовалюту биткоин эфир но сейчас мы перейдем графиком демонстрация экрана так ты просил комментарий по золоту я дам вкратце я сегодня у нас будет такой план я вкратце пройдусь по тем инструментам которые мы прошлый раз обсуждали точнее последние там несколько недель это евро фунт золото снп 500 эти инструменты напомню я последние несколько недель советовал покупать только и они себя очень хорошо отработали потом торговые рекомендации мои будут сегодня только по рынку криптовалют по другим инструментом я как бы у меня есть видение рынка но я воздернусь так ну еще натуральный газ затронем потому что я его тоже советовал покупать давайте начнем с s&p 500 s&p 500 по моей стратегии модельный анализ я верно определил что вот это падение которое было у нас в апреле что это окончание коррекции и скорее всего здесь заканчивается эта коррекция достаточно такая была глубокая сильная и здесь нужно покупать с целью на 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 обновление хая и возможно выше мы там еще уйдем плюс минус на поэтому те ребята которые покупали могли очень хорошо заработать дальше я думаю стоит ли дальше торговать если кратко давать комментарии то принципе мне кажется что он дальше будет расти то есть я новые позиции уже не добавляю но если кто их и его торгует поэтому s&p там nasdaq я разбирал не только на битве аналитиков а и на своих обзорах я еще там детально все время разбирал s&p nasdaq и викс индекс страха вот там прям четенько все работало дальше по металлам если коротко золото серебро последнее время я советовал его покупать аналогично похожий похожая модель была по как по s&p окончание коррекции правильно определена и дальше движение наверх по поводу твоего вопроса что дальше будет я такие штуки уже не люблю торговать почему потому что здесь маленькие маленькое накопление то есть у нас тренд восходящий то есть мы дальше можем продолжить движение наверх но вот чтобы мне открыть новые позиции мне нужно скажем хорошее накопление чтобы понять куда они накапливают дальше наверх или скажем или там шорт будет формироваться я больше за ланги но я сюда уже не лезу скажем вот как вот так вот про торгуется возможно там ближе к концу недели или там со следующего вторника будет более понятно плюс серебро вот аналогично то есть мы показали очень сильное движение здесь аналогично я думаю что мы можем дальше вот здесь торговаться у нас ключевой локальный уровень это 1331 да все что выше я думаю что дальше будет расти но это всего один день коррекции да вот у нас рост 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 и один день коррекции то есть это очень слабенько для новых сделок потом натуральный газ вот это просто великолепно смотрите какое движение мы дали 272 начиная где-то с марта апреля вот я советовал где работать на коррекцию она получилась достаточно сильно и последние несколько недель на битве аналитиков я все время советовал с и коррекции покупать мы видим здесь маленькие коррекции были на первые модели и мы неплохо показали рост поэтому кто торгует данный инструмент мог неплохо заработать потому что я видел там много аналитиков которые там все время вот в начале весны март апрель там видели его пониже то есть на обновление февральских минимумов но они прогадали на данный момент аналогично то есть уже я не вижу новых точек кода дальше по рынку форекс давайте быстро пройдемся как и говорил прошлый вторник и практически последние несколько недель независимо какая информация выйдет по инфляции а скорее всего она выйдет мы точные слова такие выйдет такая что все равно евро пойдет наверх там может быть будет какая-то локальная коррекция вот когда выходили новости во вторник по ppi они-то вышли из не ошибаюсь чуть выше и в моменте был задер по евро вниз вот здесь но он был такой очень очень маленький вот здесь там пунктов 30 50 я это допускал и в среду вышла инфляция такая что она показала что у нас дальше будет скорее всего рост по евро на текущий момент ситуация мне кажется она дальше дальше евро будет расти но здесь вопрос будет ли оно с текущих расти я такой вариант рассматриваю или будет более глубокая коррекция вот у нас есть неплохой уровень поддержки будет в районе 1 08 можем еще сюда скатиться уже дальше по факту будем смотреть стоит его покупать там как-то отметил на этой неделе будет хороший блок статистики посмотрим сможет ли он там скорректировать евро или мы с текущих пойдем я бы хотел что мы с текущих потому что у меня еще часть позиции осталось то есть я вот эти позиции которые здесь накапливал я их чуть-чуть уже позакрывал да потому что скажем все возможно может евро это рост коррекционный мы дальше пойдем вниз то есть всегда нужно часть профита фиксировать поэтому евро вот так дальше на фунт доллар по фунту по фунту напоминаю прошлых своих обзорах я по евро и по фунту рассказывал какие среднесрочные цели вот кому интересно вот видите вот это все то что происходит безобразие последний там год даже больше вот это все накопление называется с него мы должны по евро уйти на один пятнадцать на один восемнадцать на если не ошибаюсь в своем прогнозе и какая причина будет возможно какое-то время инфляция будет понижающейся или или там другие показатели как видим по сша идут плохие то есть все возможно ну пока я вот так среднесрочной цели все там посмотрим фунт аналогично по фунту что я еще себе отметил вот если даже сохранил сохраненных телеграме 8 мая там я подписан на некоторые каналы новостные и там такая была публикация 8 мая где-то это у нас где-то вот здесь до май здесь на минимумах вот здесь фунт когда я прогнозировал что фунт у нас разворачивается наверх потому что здесь очень хороший паттерн то есть вообще просто великолепный то есть это называется такой паттерна то есть у меня называется корень модель и что самое интересное на этом паттерне еще отслеживалась слеживался сантимент тот который во маркетт отслеживается да сантимент по позициям шортам покупкам а я отслеживал вот такая была короткая публикация инвесторы ждут падения британского фунта объем коротких позиций по фунту достиг 16 месячного максимума то есть здесь зашкаливал шорт по фунту что это означает что когда большинство шортит тренд разворачивается то есть это стандартный механика рынка сантимент называется это один из видов анализа который работает на рынке то есть там паттерны это сантимент и это третье это циклы все все остальное это такое фантазии и как видим отсюда фунт развернулся я думаю что с текущих фунт тоже здесь такие мелкие накопления вот я люблю вот смотрите вы понимали вот это накопление называется большой это уже маленькой из этого маленького я думаю мы дальше продолжим расти не если кто там желает торговать поэтому так коротко я прошелся по инструментам а по другим инструментам которые я хотел сегодня дать рекомендацию вот смотрите кстати вот пример вот прошлый вторник когда еще до инфляции ppi cpi я говорил что неважно какая инфляция выйдет по сша евро показывает рост ну что он будет расти и то же самое по эфиру я вчера в понедельник у меня когда начался скажем так рабочий день утром еще до выхода новостей слухом по возможному одобрению ETF на эфир который выйдет там в среду или там 70 вероятно 75 процента ну какие-то такие новости уже пошли я первым делом в понедельник дал рекомендацию это первая была и пока единственное там еще несколько рассматривали на покупку то есть график показывал что ну он как бы не знал какие новости будут ну что то такое должно быть что эфир будет расти и дальше в принципе конечно хотел дать также рекомендацию по эфир но он уже так достаточно хорошенько идет наверх принципе можно прыгать прыгнуть поезд вот этот мы покупали вот в районе 3000 там с копейками сейчас 3700 почти я бы его набирал потому что мне кажется вот кто середине срочно торгует вот эта коррекция которая была по эфиру она я думаю закончить закончилась и мы глобально будем расти возможно через какую-то там локальную коррекцию то есть там подбирать и там на 4000 и выше там возможно 5000 я думаю потому что вот если брать вот такие топ топ криптовалюты bitcoin он дорогой то есть его так если рассматривать ему делать какие-то сильные движения там насколько сейчас 70 тысяч условно по биткоину и сделать там x1 то есть 140 тысяч ну это сложно а эфир он дешевый там по 4000 ему сделать там до 8 до 10 до 15 то есть намного легче и поэтому мне кажется вот в данном инструмента есть хороший потенциал и эфир точнее биткоин тоже уже так достаточно растет в прошлый раз мы с тобой обсуждали что вот здесь я давал рекомендации что скорее всего вот эта коррекция которая была по биткоину последний там март-апрель что она скорее всего возможно закончилась и мы дальше будем расти и сейчас в принципе конечно же высоко но мне кажется в биткоина есть потенциал на 80 тысяч у нас сейчас 70 и дальше там хороший потенциал на 100 и выше то есть пока видим идет позитивно рынке по поводу инфляции возможного снижения посмотрим что дальше что будет и принципе фондовый рынок неплохо растет пока никаких признаков на шорт нету поэтому рынок криптовалюты достаточно имеет хороший потенциал но еще двух словах затрону доллар рубль я в прошлый раз показывал но не данный график потому что здесь чуть-чуть корявенький такой там я смотрел сегодня утром потихонечку он снижается у него потенциал я назвал среднесрочный 80 рублей то есть мы сейчас где-то там под 90 торгуемся здесь как вариант возможно дальнейшее снижение вот так вот так виталий спасибо за рекомендации ну что давай тогда следить ждать статистику какие-нибудь еще инфоповоды фундаментальные драйвера для движения финансовых активов ну и соответственно в следующий турник с тобой снова пробежимся по инструментам посмотрим где они будут тебе хороших трейдов в оставшиеся дни этой недели и хороших выходных до скорых пока пока удачи